Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу поделиться с вами еще одной такой очень интересной ссылочкой по изучению иностранных языков. А речь идет именно о программе Ешко. На этом сервисе вы сможете изучать такие иностранные языки, как английский, польский, французский, итальянский и многие другие языки, а также другие тематики. Плюс ко всему, вы сможете скачать первый урок абсолютно бесплатно. А ссылка будет в описании под видео. Итак, всем привет, дорогие друзья! Это уже второй урок по изучению польского языка и называется он «Моя речи», «Мои вещи». Итак, не буду долго задерживать, поехали! Итак, снова мы видим диалог, он более связан с вещами, давайте прослушаем его, а после дадим короткое объяснение. Поехали! Илья. Иле ту речи? Чище есть то биурко? То есть моё биурко и мой компьютер, но не моё речи. Мой? Есть только чарный notes. Вишь, чьи есть этот бронзовый портфел? Нистеты не знаю, не мой. А колендарь? Те же не мой. А вишь, чьи есть та комурка? Комурка тоже не моя. А чьи есть те ключи? О, то сау моё ключи! Дяки! То может, ксюжка тоже есть твоя? Так, моя. И дугопис тоже есть мой. Итак, отлично. Как вы поняли из этого диалога, могу включить вам перевод. Сколько тут вещей? Илья ту речи? Че есть то биурко? Чей это письменный стол? Это мой письменный стол и мой компьютер. Мой компьютер. Но это не мои вещи, а ли не моя речи. Мой только чарный notes. Notes – блокнот. Ты знаешь, чей этот коричневый кошелёк? Вишь, чьи есть те бронзовый портфел? Нистеты не вем. К сожалению, не знаю. Не мой. Не мой. А календарь? А календарь? Теж не мой. Тоже не мой. А вещь, чья есть та комурка? А знаешь, чей это мобильник? Комурка теж не есть моя. Мобильник тоже не мой. А чьи сон те ключи? А чьи это ключи? О, то сон моя ключа. О, это мои ключи. Дзянкуя. Спасиба. То может, ксюжка теж твоя? Может быть, книжка тоже твоя? Так, моя. Идлукопис теж мой. Как вы поняли из этого диалога, можете подчеркнуть основные слова, которые вы будете использовать в будущем. Поехали дальше. Итак, дополните иллюстрации словами со списка. Видим, здесь у нас внизу есть слова. Давайте дополним. Итак, ключа. Кшаншка. Комурка. Длугопис. Нотес. И портфел. Отлично. Поехали дальше. Итак, на этой странице мы можем увидеть, как формируются такие словосочетания. То есть, мой, твой, плюс именительный падеж. То есть, я включу воспроизведение. Можете послушать, как это происходит. То есть, мой телефон. То есть, твой кубок. Кубок и так далее. Поехали. То есть, мой телефон. То есть, твой длугопис. То есть, моя комурка. То есть, моя книжка. То есть, моя газета. То есть, твоя koleжанка. То есть, твоя зелона торба. То есть, мои ключи. То есть, мои сребрные ключи. То есть, твои вещи. То есть, твои документы. То есть, твои окулары. То есть, твои деньги. И так, поехали дальше. Есть пример. То есть, мой телефон. Моя кшеншка. Моя бюрка. То есть, твой пашпорт. Твоя торба. И твое имя. То есть, мои вещи. Мои ключи. Мои пенензе. И мои окуляры. То есть, твои документы. Думаю, здесь все понятно. Телефон. Книжка. Бюрка. Стол. Чито есть твой пашпорт. Паспорт. Торба. Сумка. И твое имя. Твое имя. Мои вещи. Ключи. Деньги. Пенензе. И мои окуляры. Очки. И твои документы. Поехали дальше. Здесь снова нам нужно расставить слова под картинки. Давайте попробуем. Итак. Пашпорт. Календаш. Календаш. Так. Торба. Кубок. Чашка. Кубок. Окуляры. Плэцак. Портфель. Плэцак. И газета. Отлично. Едем дальше. Итак. Дополните предложение словами. Портфель. Торба. Окуляры. Моя. Торба. Желёно. Торба. Мой. Портфель. Есть. Белый. Мой портфель. Есть. Белый. Мои окуляры. Сон. Бронзово. Мои очки. Коричневые. Давайте проверим. Проверить. Отлично. Всё правильно. И моя торба есть зелёная. Моя сумка есть зелёная. Так. Уже перевожу, чтобы было всё переведено. Итак. Здесь, как вы видите, нужно в диалоге вставить снова слова. Давайте попробуем. Пётр. 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 Отлично. Думаю, здесь объяснения не нужно. Все слова в принципе те же самые, что мы использовали. Слуховки, наушники, окуляры, очки, кшеншка, книжка, торба, сумка, зегарок, часы и зешит, зошит. Поехали дальше. Итак, нужно упорядочить слова по категориям. Чей мой, чия моя, чия моя. Итак, давайте попробуем. Чей кубок, чия ключа, чий плецак, чия газета, чий пашпорт, чий зешит, чия пьянензе, чия комурка, чий телефон, чия торба, чия сумка, чия згенча, кого картина, фотография, чия кшеншка, чия книжка, чий зегарок, чии часы, чий календарь, чие бюрка, чей стол, столчик и чие окуляры. Итак, посмотрим, правильно или нет. Да, как вы видите, все замечательно. Все сделали с первого раза. Поехали дальше. Итак, Прошу. Чей есть тэн портфел? Извините, чей это портфель? О, то есть мой, мой портфел. Джинкуя, это мой портфель, спасибо. Прошу, пожалуйста. Не вем, чия есть тэ торба. Не знаю, чия это сумка. То не есть моя торба. Это не моя сумка. Моя тэжня. Это тоже не моя. Прошу, че веш? Чие сон те ключи? Извините, вы знаете, чьи это ключи? Так, то сон мое ключи. Джинки. Да, это мои ключи. Спасибо. Проверяем. Да, все отлично. Как видите, нет ошибок. Поехали дальше. Итак, здесь вы видите просто текст. Давайте его прослушаем. Мам на имя Томек. То есть моя девчина Елена. А то мой коллега Павеј. То сон моё речи. Лаптоп. Єден небеский дугопис. Зесыт. Зелоны кубек. Моя ксюшка и комурка. То сон моё слухавки и документы. А то есть здење. А то есть здење. Але не веем, чье. Може Елена ве? Отлично. Как вы поняли, здесь тоже ничего нету сложного. Все, как и в предыдущих пунктах. Давайте дальше. Итак, на этой странице нам нужно по данному тексту вставить пропущенные слова, которые были в предыдущем тексте. Давайте попробуем. Мам на имя Томек. Меня зовут Томек. То есть моя девчина Елена. А то мой коллега Павел. А это мой коллега Павел. То сон моё сжече. Это мои вещи. Лаптоп. Єден небеский дугопис. Здесь будет зошит. Зешит. Желёный кубек. Моя ксюшка и комурка. Как вы поняли, лаптоп. Одна голубая ручка. Зошит. Зелёная чашка. Моя книжка. И телефон. То сон моё слухавки. Это мои наушники. И документы. А то есть здесь. А это фотография. А лэ не вем чье. Можа еленове. Но не знаю чья. Может Елена знает. Давайте проверим. Да, как видите, мы справились достаточно неплохо. Запомнили, что где находится. Поехали дальше. Итак, на этой странице нам нужно вписать правильную форму местоимения в скобках. Давайте попробуем. Например, Тоня есть ты твой дугопис. То есть мой коллега. Давайте попробуем. М. Снова открываем клавиатуру. Мой коллега. Чи то есть твоя дівчина. Давайте попробуем. Ты твоя дівчина. То есть мой календарь. Снова мой. Давайте попробуем так. То сон моё жечі. То сон моё жечі. Як називаще тэн хлопак. Твуй. Да. Як називаще твуй хлопак. Тв. Используем твуй хлопак. И давайте проверим. Вот так вот ошибочку. Машинально написано. Сейчас твуй хлопак. Вот так. Проверяем. Отлично. Так, закрываем клавиатуру. Давайте будем ехать дальше. Так, снова диалог. Давайте его прослушаем. После раз берем. Субтитрувальниця. ДОМОЕ. Як лиц? Хай. Ничего нового. А кое у тебе? Добре. Нистеты не вим, який ёжаші номер телефону. Мой номер то 69 84 56 678. Дякую. А jaki ёжаші номер? 60 89 75 435. И так, здесь в принципе все понятно. Привет, как дела? Привет, ничего нового, а у тебя? Хорошо, к сожалению, не знаю, какой твой номер телефона. Мой номер телефона такой-то, спасибо. Какой твой номер телефона? Вот такой. А какой твой e-mail? И спасибо. То есть ничего сложного. Поехали дальше. И так, по данному диалогу нам нужно вставить снова пропущенные слова. Можем прослушать, либо давайте вставим прямо вот так. И так, не стоит и не вем, який, какой, який твой номер телефона. Так, мой номер, то, дженьки. А який есть твой. Так, снова открываем клавиатуру. Снова выбираем польский. И так, на следующей странице вы можете прочитать текст, называется «Запроводжение христианства». Итак, на следующей странице вы можете прочитать, как зарождалось христианство. Вот здесь название и здесь текст. Итак, здесь, как вы видите, мы можем посмотреть, как ответить, сколько получается. Ответить цифрами. 20, 21, 30, 40. 30, 30, 33, 44, 50, 60, 70, 80. 50, 90, 55, 66, 66, 66, 77, 88, 99, 100, 103. Ну, в принципе, все просто, поехали дальше. Итак, отмечите число, которое слышите. Давайте включим, послушаем, что мы услышим, то и поставим. 12, 30, 40, 44, 79, 96. Итак, проверяем. Да, все правильно. Итак, на следующей странице нам нужно написать номера словами. Например, мой номер телефона записан так-то. А нам нужно сказать, мой номер телефона это 12, 43, 56, 89 и 7. Как написано здесь. Давайте попробуем. Мам, 21 лат. Мам. Так, снова открываем клавиатуру. И 1. Так, и лето есть. 48, плюс 47, плюс 47, так, попробуем написать. Снова вставляем букву 1000 и. А здесь будет плюс с ч, 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 ч. Так, давайте попробуем написать. Т, R, Ч. И после пишем. Снова. С дж, ч, 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 ч ч, ч. си э си э да хорошо и последнее мой адрес то улица Новогородска 9 нещен ч давайте пробуем так нет снова открываем 9 9 9 здесь нужно еще поставить 9 9 еще он он и здесь короткая тши тши отлично давайте проверим ах как видите где то сделали ошибки видите здесь две буквы з еще раз да так щедом 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 а я написал смотрел на семерку да здесь надо написать о чем а не щедом давайте напишем о чем о чем правильно проверить ответ о чем и здесь 9 еще он я понял чем ошибка здесь нужно поставить 9 здесь нужно и хватает буквы е 9 10 вот так да все правильно небольшая была задержка поехали дальше давайте давайте послушаем тоже какой 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 твой адрес 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 який есть твой имейл який есть твой имейл адрес адрес и дальше вы видите каждый из этих символов каждый символов еще раз дублируется маўпа 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 кропка кропка долна крезка долна крезка мыслник мыслник итак здесь нужно послушать и заполнить соответственно адреса номера и символами давайте попробуем поехали маў емейл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ей, pani, pana, ich Он, чьи, его, она, чьи, jej Пани, pani, pan, pana Это род мужской, род женский и род средний, как у нас сказали, написано нияким, род за нияким Моя, мой, твой, наш, ваш Моя, твоя, наши, ваши Ну, в принципе, все просто. Давайте вот еще послушаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте дальше Выберите правильные слова из списка Субтитры создавал DimaTorzok Так, мой А чы то пана номер? Так Томак, чыя ест та ксюшка? Твоя Не Не Але там ест Пётр То напевно Его Ксюшка Его Кто то ест? То ест Олга Моя колежанка То ест Ольга, моя коллега Веш, як ест Пани номер телефона Думаю, должно быть так Давайте посмотрим А, вот тут Як ест Ей номер телефона Да, вот так вот Веш, як ест ей номер телефона Едем дальше И так, здесь нужно вписать правильную форму местоимений в скобках То есть, мой талеп Как пример И так, то ест Пётр, а то Его Зашит Его Зашит То ест Ола, а те Загарик не ест ей А те часы не её Загарик не ест ей Єстеш Єстешми Войтек и Элла То ест Наш Наш Адрес То сон Моя жечи То сон Если сон Это множественное число То ест Наш Наш Жечи И так Препрашам Чи то ест Пани ксюшка Пани ксюшка Препрашам Чи то ест Пана Длугопис Олувек Чи Чи Коллежанка Ма на имя Доми 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 Чи ваша Чи ваша коллежанка Ма на имя Доми Доми И так Проверяем Да, все правильно Граматические рады Род мужской Женский род И средний род Этот, это, это Давайте прослушаем Другопис Олувек Зесыт Плецак Лаптоп Кубек Телефон Хлопак Мэжцизна Колега Женский род Торба Комурка Ксюшка Дзевчина Кобята Пани НОЦ И средний род Биурко Радио Пытание Имя Центрум Лицеум Гимназиум Музеум И здесь Можете прочитать Правила В польском языке В единственном числе Существует три Грамматических рода Мужской род Заканчивается на Согласный Женский род Заканчивается на А И средний род Заканчивается на Вот эти буквы В мужском роде Некоторые слова Заканчиваются на А Например, Менщизна Коллега Это исключение В женском роде Некоторые слова Заканчиваются на На И Например, Пани На Щ Например, Милощь Радощь Злощь Ненависть И есть несколько слов Заканчивающихся На согласный Например, НОЦ Помоц И Мышь Здесь нам нужно Упорядочить слова По категориям Мужской Женский И средний род Давайте пробуем Пани Она Девчина Она Бюрка Она Радио Она Име Коллега Он Центром Она Коморка Она Загарок Он Лаптоп Он Хлопок Он Зашит Он Кшеншка Она Питание Она Торба Она Име Она Проверяем Отлично С первого раза справились Неплохо Ну, думаю, вы поняли принцип Как это работает Если нет, вернитесь на пару минут назад И снова повторите правила предыдущие Итак, дополните предложение словами Тен Та То Та Кшеншка Тен Телефон Тен Загарок Те часы То Питание Тот вопрос Та Пани И То Музеум Давайте проверим Да, все правильно Следующий Цвета Мужской, женский, средний род Послушаем Бяый Чарный Желтый Помарањчовый Зелоны Небески Бръзовый Рожовый Сребрный Злоты Цервоный Фиолетовый Шарый Гранатовый Дальше Роженский род Бяла Чарна Желта Помарањчова Зелона Небеска Бръзова Рожова Сребрна Рожова Сребрна Злота Цервона Фиолетова Шара Гранатова И те же цвета, но в среднем роду الش ve Бяле Чарна Желте Амаптека Чарна Цактини Ельска Зелода Амаптека Чарна Сребряна Жорна Скряне Вjunи Чарна Жорнока Давайте прочитаем. Внимание! Род прилагательного должен совпадать с родом существительного. И послушаем еще один пример. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Здесь нам нужно отметить в списке правильное слово. То сребный загарик. Это серебряные часы. Моя храбата есть зеленая. Мой чай есть зеленый. Мам бронзовый портфел. У меня коричневый портфель. То сон злоте окуляры. Это золотые очки. То есть твой небеский глупис. Это твоя синяя ручка. Поверяем. Да, отлично. Итак, вставьте в слова пропущенные буквы. То есть нужно вот эти буквы вставить здесь. Итак, мои окуляры сон червоны. Сон. Контрол С. Контрол В. То ваше жече. Это ваши вещи? То ваше жече. Чей тен бронзовый... Снова та же буква, прямо отсюда. Бронзовый телефон. Чей это коричневый телефон? Маш, ружевый загарик. У тебя розовые часы? Ружевый. Это буква У. Как и есть твой номер телефона? Итак, снова эта же буква. Твой. И здесь просто вставляем номер телефона. Та комморка есть злота. И снова эта же буква У. Та комморка есть злота. То есть добра ксюншка. И вот эту букву вставляем. Проверяем. Отлично. Итак, укажите слово, которое вы слышите. Давайте попробуем. Режем. 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 Трима. Сребрный. Т. Клучи. Добрже. Добрый. Чыщь. послушайте и дополните слова буквами и так тут нужно послушать и дополнить слова буквами зелоны зелоны бронзове зелоны Проверяем. Неплохо. И, насколько я понимаю, последнее упражнение. Это снова нужно перевести предложение, используя все, что мы выучили за сегодняшний день. Давайте попробуем. Это мой черный кошелек. Как вы думаете, как это будет? То есть мой. Снова у меня эта буква. Чарный портфел. Чарный портфел. Портфел. Давайте проверим. Да, правильно. Чья это сумка? Чья. Чьи есть та торба. Проверим. Да, правильно. Чей этот адрес? Чьи есть та адрес? Не писала. Сейчас еще раз. Чьи. Проверим. 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 Отлично. Какой твой имейл? Чьи есть твой имейл? Яркий, есть, Труй, Т, В, теперь снова буква У нам надо, Труй, снова Труй, Эмейл, 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 это trace, это не мои окулиары, это не мои окулиары. Проверим. Да. Это моя одноклассница. То есть моя коллежанка. То есть мы используем слова, которые мы изучали в этом уроке. То есть моя коллежанка. То есть моя коллежанка. Это мои вещи. То сон моя женщина. То сон моя женщина. Так что не хватает. Вот так. Проверяем ответ. И последнее. Это мой ноутбук и моя книга. Самое такое длинное предложение. Давайте попробуем. То есть мой. Мой. Ах нет нигде рядом. Мой. Я бы скопировал. Ну ладно. Придется писать. То есть мой. То есть мой ноутбук. Лап. Топ. И моя крючка. И моя. Снова нужно брать. Кшеночка. Проверяем. Мой. Снова у меня эта буква. Постоянно попадает. Проверить. То есть мой лаптоп и моя акшеночка. И следующая страница. Здесь вы снова можете почитать. Называется битва под Грунвальден. Снова исторический текст, который вы можете прочитать. И в принципе, как видите, это конец. Сейчас еще пройдем быстро по дополнительному курсу, дополнительные упражнения. Здесь всего лишь 11 страниц. Можем начать этот урок. Давайте. Пройдемся его быстренько. Итак. Укажите вещи, которые находятся на фотографии. Загарок. Часы видим. Так. Пиньонзы здесь нет. Таблет. Тоже не вижу. Длугопис. Ручка есть. Торба. Если это считать за торбу, то, скорее всего, это она. Халендыш нет. Окуляры. Лубок. Видимо, здесь нет. Зашид. Слухавки. Зашид мы видим. Слухавки нет. Камурка. Это телефон. И плясак. Я не вижу. Давайте проверим. Да. В принципе, все. Все отметили. Поехали дальше. Итак. Снова мы должны указать здесь. Подпишите фотографии. Ну, давайте подпишем, значит. Снова клавиатура. Пшаншка. Итак. Календаш. 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 Олувек. Календаш. Олувек. Ключи. Ключи. Слухавки. Слухавки и пенензе. То слово, которое вы сам более часто используете. Чик, пюре. Отлично, только ключе, что-то не так. Ключе. Здесь просто не та буква L. Ключе. Вот так вот. Кченшка, календаш, улува, ключе, слухавки, пенензе. Следующее. Послушайте, просмотрите фотографии и дайте ответ, который письменный стрел является Янка Новака. Послушайте, посмотрите фотографии и дайте ответ, какой из этих письменных стрел является Янка Новака. Нужно будет писать X под фотографией, которую будете писать. Давайте попробуем. Назовам себя Янек Новак. Это моё бюрко. А это мои вещи. Лаптоп, компьютер, таблет и моя коморка. Су тут тоже окулары и моя бронзовая торба. Не знаю, но не знаю, где есть мой кубок. Как мы видим, есть коричневая сумка, очки. Он ищет свою чашку. Здесь лаптоп, телефон и ноутбук. Значит, ставим здесь букву X. Проверить? Да. Итак, заполните вопросы и ответы словами из списка. Давайте попробуем. Так, чей, давайте попробуем, чей, чья, нет, торба, чья. Так, чья есть та жёлтая торба. То есть наша торба. Плецак. Чи есть та жёлтая торба. То есть наш плецак. Чьи сон те помаранчовые слуховки. То сон наши слуховки. Верем. Да. Чья это жёлтая сумка. Это наша сумка. Чей тот розовый портфель. Это наш портфель. Чьи эти оранжевые наушники. То наши наушники. Послушайте, дайте ответы, является ли предложение правдивым или неправдивым. Чво. Чьи сон Моника. Мой хлопак. Мой хлопак. Мой на имя Эртен. А это его коллега Амир. Это мой laptop. Сребный дугопис. Помаранчовый зешит. И гранатовый плацак. А то są вещи Эртена. Таблет. Помаранчовый олвек. Шарный плацак. И чарный колендаш. А то есть бронзовый загарок, но не знаю, чей. Может Амире? Я Моника. Мой парень ма на имя Артен, а то есть его коллега Амир. Это мой лаптоп, сребрный дугопис, помаращовый зесыт и гранатовый плецак. А то есть вещи Артена. Таблет, помаращовый олуэк, шарый плецак и чарный календарь. А то есть бронзовый загарок, но не знаю, чей. Может Амире? Ну, вроде бы то, что я ответил. Давайте проверим. Да, свет зеленый, видите? Давайте дальше. Итак, заполните прилегательные соответствующими буквами. Давайте попробуем. Мои околары с червони. Ей зешит ест фиолетовый. Чия ест та ружова торба. То бюрко ест бронзовое. Так, сюда. Чи ест та фиолетовый олувак. Твой плецак ест небеский. И то радио есть среброе. Проверяем. Да. Все зеленое. Давайте сюда. Подпишите рисунки, укажите цвета. Давайте попробуем. Зегарок у нас какой? Золотой. Попробуем злотый. Только вот так. Злотый. С вот такой буквой Е. Злотый. Так, злотый. Зегарик. Ружова торба. Р. Снова буква У нужна. Буква С лишней нажалась. Ружова торба. Бронзовый. Бронзовый. Коричневый. Бронзовый. Окуляры. Чарный. Чарный. Желтый кубик. Желтый кубик. И помаранчевый плецак. Помаранчевый плецак. Давайте проверим, здесь правильно. Эх, эх, эх. Ну да, здесь видно, что ошибка вообще не та. Злотый. Ружова. Здесь у нас не та буква Z. Нужно вот так. Ружова и бронзовый. Здесь лишняя буква N. Бронзовый. Проверяем. Да, отлично. Злотый. Ружова. Бронзовый. Чарный. Злотый. Омаранчевый. Следующий. Покажите все правильные ответы. Та кубета. Та торба. Та пани. Моя радио. Моя имя. Мое лицеум. Покажите все правильные ответы. Покажите все правильные ответы. Но, как вы видите, у меня нету снова той кнопочки, чтобы слушать, поэтому дальше. Итак, нужно заполнить предложение согласно примеру. Запишите правильные формы согласно примеру. Прошу то есть наш адрес. То есть, его загарок. Та торба есть ей, а та твоя. Так. Та сон. Насше. Если бы, видите, здесь множественное число сон, значит, спроизуем наше. Та сон. Насше документы. Та сон. Ваше. Ваше ключе. Чее сон те окуляры. Пана чи пани. Пана чи пани. И то сон. Они, значит, будет их. Пьяненое. Проверим. Отлично. И, в принципе, это все. Как вы видите, сегодня мы справились ровно с вами за час. Все, кто дотерпели, кто был со мной до конца. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, ваш польский будет улучшаться с каждым днем. Я рад, что вы, так сказать, встали на этот путь. Путь изучения польского вместе со мной. Поэтому, кому было полезно это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. В будущем я постараюсь еще делать такие же видео. Изучать польский. Давать вам эти уроки. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И пока.